Вот у нас же сейчас конфликт на Донбассе, есть неподконтрольные территории. И если вот сейчас примут закон о земле, то есть, получается, те люди, которые сейчас там живут на неподконтрольных территориях, они что же могут выступить против того, чтобы землю продали заграничным банкам и корпорациям, агрокорпорациям? И тут получается интересный момент, что если закон примут до того, как реинтеграция Донбасса завершится, то это может быть все-таки такой палкой в колесо этому процессу по возвращению Донбасса. Я уже за Крым даже молчу. Мы берем то, что ближе и то, что более реалистично. И вот объективно понятно, что вряд ли я просто ставлю себя на место жителя на неподконтрольных территориях, которые хоть как-то влияют на процессы, и от него там кое-что зависит. Ну вот я не вижу никаких плюсов вот такой реинтеграции, потому что, опять же, все будет идти по украинскому законодательству, через украинский Минюст, через украинские нотариусы и так далее. И как ты думаешь, возможно ли тогда реинтеграция? Безусловно, принятие рынка земли и купли-продажи земли – это еще один шаг к тому, чтобы реинтеграции не было. И много можно таких шагов, собственно, привести, которые принимались. И если ты вот объективно посмотрел на них, то становится абсолютно понятно, что эти шаги в внутренней политике Украины, они абсолютно не направлены на возможность действительно там возвращения Донбасса или тем более Крыма. Они направлены на то, чтобы максимально сделать невозможным возврат. Потому что, извините, декоммунизация – это что, шаг, который на Донбассе будет кем-то приветствоваться и способствовать возвращению? Это как раз аналогичная вот такая паута в колесо. Нет, однозначно нет. Бандеризация вот этого все, культ национализма и националистов, и неонацистов, памятники им, улицы там в честь них и так далее. Это что, будет способствовать тому, что на Донбассе захотят возвращаться? Нет. Дискриминация русского языка в образовании, в средствах массовой информации, везде. Это что, тот шаг, который Донбассе будет воспринят положительно и привлекательно? Нет. И почему-то все эти процессы лабируют именно вот грантаиды в большинстве своем случаев, потому что мы видим и Супруны, и все остальные. Ну, как-то вот очень интересно складывается ситуация. Ну, потому что невыгодно для Запада воссоединение Донбасса и для нынешней, для части нынешней власти на верхушке, для предыдущей власти однозначно было невыгодно. Более того, там же в 2014 году многие шаги делались точно так же, направлено на то, чтобы максимально возмутить население на Юго-Востоке и вызвать максимально жесткую ответную реакцию. Они ее вызвали? Да, ее вызвали. Одно 2 мая там в Одессе чего стоило, да, в 2014 году и так далее. То есть добивались, сознательно добивались, провоцировали жесткую реакцию, начало боевых действий и для того, чтобы иметь... 2 мая обстрел штурмовиком Луганской администрации, когда еще непонятно... Конечно, там 9 мая Мариуполь и ну и так далее. Множество было, это целая цепочка таких событий, которая и привела в конце концов вот к войне. Не просто к какому-то конфликту, а к войне. Для чего им это было нужно? Потому что Крым и Донбасс это огромный массив избирателей, которые однозначно были настроены против Евромайдана и против прозападного курса и против всего того, что вот у нас продолжалось все эти годы. И при сохранении Крыма и Донбасса электоральные позиции прозападных политиков, они были очень весьма шатки, зыбки, могло все поменяться. Но им нужно было оправдать репрессии еще против тех, кто... И это тоже. Им нужно было... Ну, там целый комплекс мер. Почему они вопреки всем своим разговорам и высокопарным фразам о том, что сепара это где-то там, а они за единую Украину, они как раз сделали все возможное для того, чтобы этот сепаратизм проявился, для того, чтобы Украина потеряла часть своих территорий. Своими реальными действиями они сделали все для этого. И потому, что электорально для них это было лучше и для того, чтобы на войне зарабатывать, и для того, чтобы действительно оправдать репрессии против всех несогласных, ну и для множества других целей. И они этих целей, к сожалению, добились. Своих личных шкурных целей и целей их кураторов они добились вот этими своими действиями. И сейчас та часть верхушки властной, которая продолжает предыдущую политику, она подобными действиями в том же направлении продолжает идти. Все больше и больше отдаляя возможность реинтеграции Донбасса. Потому что, если бы реально хотели реинтеграции Донбасса, то тогда принимали бы меры, которые действительно могли бы показать Донбассу, что мы считаем вас своими, мы готовы считаться с вашими взглядами, с вашими интересами, мы готовы идти на компромиссы, мы готовы менять какие-то вещи во внутренней политике, которые не нравятся и Донбассу, и всему Юго-Востоку, да, и многим людям и в центре, собственно, Украины. Но эти вещи не делаются, продолжаются во многих пунктах, не во всех, но во многих пунктах предыдущий курс Порошенко, к сожалению.